Команда репортера на этой неделе решила поинтересоваться, как проходит установка крупнейшего в Украине поля солнечных коллекторов в Международной академической школе Одесса, проверить, как работают котельные и как продвигается благоустройство территории. О качестве выполнения работ нашим журналистам рассказал инициатор строительства, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Мы здесь ставим 105 коллекторов. А для сравнения, для того, чтобы было понятно, много это или мало, в каждом общежитии Национального университета юридической академии, где проживает 500-600 человек, 14, 15, 16 коллекторов. А здесь 105. Почему? Здесь бассейн, спортивный зал, здесь отопление. И здесь мы показываем нашему городу, всем жителям города, при желании можно экономить электроэнергию. В самом густонаселенном Приморском районе Одессы регулярно вырастают очередные высотки и практически нет новых школ. Здесь их не строили уже почти 50 лет. Мы как раз находимся здесь на четвертом этаже нашего здания. Здесь у нас все как на ладони. Правда, жалко, что вот здесь пытаются построить большие многоэтажные дома. Вот у меня за спиной. Я знаю, что город уже дал разрешение на сооружение здесь рядом со школой на базе моряков. Еще запланировано десятки 20-30 этажных домов. Я думаю, что сделаем и подключим всю общественность для того, чтобы здесь нельзя было ничего построить. Примечательно, что с начала строительства Международной академической школы не было вложено ни единой копейки из бюджета страны, области или города. Я подчеркиваю, ни одной копейки из бюджета государства не потрачено. Пусть кто-то из чиновников, из бизнесменов, ну, создаст хотя бы подобное. Легче всего из бюджета взять деньги, 50% украсить и построить что-то. И сказать, вот какой я великий. Постройте за свои деньги, если они у вас есть. Не открывайте счета за границей и вкладывайте деньги здесь. А эта школа, городской совет, я думаю, что он примет решение, чтобы обеспечивать и оплачивать за коммунальные услуги, и дети будут учиться бесплатно. Современные технологии позволяют значительно экономить на оплате коммунальных услуг. Инициаторы строительства школы предусмотрели, что если в солнечные дни будет работать гелиосистема, то при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе это создает уникальную систему – тепловой пункт, который сооружен по принципу умного управления. Обратите внимание, что мы сейчас стоим, вот этот стенд, вот эти контрольные такие приборы, которые стоят, сюда идет тепло, поступает с воздуха, как кондиционер, только наоборот. Здесь будет горячая вода для бассейна, здесь сосредоточены все насосы, все, что связано с теплом, с альтернативным, именно здесь. Я считаю, что, ну, наверное, вот то, что мы сегодня сделали в школе нашей, то, ну, ни на одном заводе такого нет. Тепловые насосы типа воздух-вода австрийского производства обладают накопительным эффектом и включаются по необходимости. За два месяца мы посмотрели, они дали столько тепла, сколько дает сегодня 7 тысяч кубов газа. То, что касается крыши, там солнечные коллектора, здесь тепловые насосы. Мы практически можем обходиться сегодня без газа. Одна из главных задач солнечных коллекторов и тепловых насосов – нагрев воды в бассейне. В здании проведена система вентиляции, следующий шаг – монтаж трибун и установка детского бассейна для учащихся первого и второго классов. Вот плитку красивую, хорошую постелили, видите, она очень и цвет хороший. Здесь сейчас самое такое сложное было потолок сделать. Вы видите, высота потолка почти 15 метров. Но балки, посмотрите, это цельные балки. Мы везли их из Киева. Мы планируем еще вот на этих стенах слева, справа художника пригласить, чтобы он здесь нарисовал что-то такое. Я вот обращаюсь, кто захочет принять участие, расписать эти стены под спортивную тематику. Мы готовы рассмотреть предложение. В бассейн будет подаваться чистая артезианская вода из скважины. Предварительно она будет проходить систему очистки испанских фильтров, которые находятся в техническом помещении под бассейном. Также здесь расположены насосы и предусмотренные требованиями пожарной безопасности резервуары, наполненные водой. Мы провели здесь испытания. Дважды заливали полный бассейн. Вначале, когда провели гидроизоляцию, мы проверили, устранили. Потом обложили его плиткой и запустили сам бассейн. Все, бассейн готов. Еще одно ноу-хау, которое впервые применяется в учебных заведениях Украины – установка климатических тепловых батарей. Такое оборудование уже работает в спортивном комплексе Международной академической школы. Во время занятий разными видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом – в зале будет сохраняться стабильная температура в летний и зимний период. А благодаря современной системе вентиляции в помещение всегда будет поступать свежий воздух. Климатические тепловые батареи, которые излучают инфракрасные лучи. То есть, как это действует? Во-первых, оно абсолютно безвредное. Батареи наверху находятся. Вот посмотрите, они вверху уже смонтированы. Вот вся развязка идет. Если простые батареи, они греют и сушат воздух, и все тепло идет вверх, то здесь абсолютно другой эффект. Еще один предмет особой гордости – 12-модульная котельная. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. То есть, если не хватит солнечных коллекторов, если не хватит тепловых насосов, включаем вот резерв наш. И вот газовая котельная будет отапливать полностью всю школу. Благодаря энергоэффективным системам сбережения при строительстве школы потери тепла минимизированы. Все сделали для того, чтобы 15-метровая труба, те пары, которые уходят от этой котельной, никому не мешали. Ни школе, ни соседям. У нас же здесь рядом соседи. Для того, чтобы было всем комфортно. На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса. Почти сотня самосвалов завезли глину и щебень для того, чтобы выровнять поверхность. А перед самой школой уже скоро вырастет парковая зона. Первый этап завершен. Готова бетонная подушка, проведены все необходимые коммуникации для освещения территории и полива клумб, где вскоре появятся деревья и кустарники. Вход здесь будет для всех желающих. Высадим здесь 300-400 деревьев. Уже этой весной, в марте месяце приступим к высадке здесь деревьев. Здесь будут, смотрите, клумбы красивые. Здесь система полива уже разведена. И, естественно, что здесь будет особая плитка. Гранитная плитка в системе 3D. Фасад облицован белым итальянским мрамором. Его также украшают мозаичные иконы ручной работы. И еще несколько деталей выгодно дополнили внешний вид школы. Обратили внимание, что у нас, вот у меня за спиной, как раз мы уже установили и часы, чтобы школьники не опаздывали, и учителя приходили во время на работу. И барометр, термометр. И здесь показывается будет и влажность. Ну и это украшает само здание. Вот такая задумка была. И самое важное, что часы будут подключены к колокольни. Рядом со школой раскинулась территория, которая станет парком. Несмотря на все попытки построить здесь высотки, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов уверяет, что ни одной многоэтажки здесь не появится, а все вековые деревья будут сохранены. Уже, я смотрю, хотят здесь построить крупные многоэтажные дома. Здесь хотят построить 20-30 этажные дома. Мы просто не позволим. Я думаю, что Украинская морская партия внесет на рассмотрение сессии городского совета, чтобы сессия горсовета приняла решение запретить любое строительство на территории межрейсовой базы моряков. Я подчеркиваю, любое строительство. Есть здание одноэтажное. Хотите, надо его отреставрировать, сделать. Никаких жилых домов здесь не должно быть, потому что начинает спекулировать. Все здания, находящиеся на территории бывшей межрейсовой базы моряков, были реконструированы. На месте полуразрушенного здания построено современное студенческое общежитие Одесской юрокадемии на более чем 500 человек. А еще одно здание сегодня превратилось в ультрасовременную стоматологическую клинику. Перед выборами начинаются разные грязные технологии. Вот мы находимся на территории, которая принадлежит Национальному университету юридической академии. Я думаю, что второй этап, вторая сессия они должны отвести. Как только отведут землю под Национальный университет юридической академии, здесь ни одна будка не будет построена, не говоря уже о строительстве многоэтажных домов. Здесь парковая зона должна быть. Мы должны сохранить все эти здания и сооружения, которые есть, отреставрировать их, и эти деревья. Этим деревьям, некоторым деревьям по 100-150 лет. Вот плитку, которую мы сделали, здесь уже 20 лет нога человека не ступала. Мы зашли сюда, вы обратите внимание, сделали плитку, навели какой-то элементарный порядок, восстановили общежитие пятиэтажное. Оно у нас действительно было заброшено, мы вложили туда денежные средства. А эта территория, то, что касается юридической академии, я вам хочу сказать, что мы не позволим, чтобы здесь кто-то что-то построил. Таким образом, некогда запущенная территория межрейсовой базы моряков превратилась в современный образовательный центр. Благоустройство продолжается. В планах предотвратить застройку прилегающей территории, создав здесь парк, который будет открыт для всех одесситов и гостей города.